Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы поражаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне и у нас уже, так я скажу, нехильненько прокачаны наши покемоны, ребята. 34 уровень, 28 уровень, 29 уровень. В принципе, действительно, неплохо так. А сейчас что я хочу... Сейчас что я хочу, это закончить дом, наверное, достроить крышу, чтобы уже был готовый дом, и сделать себе парочку плантаций с едой. Вот у нас есть тут морковка, картошка, чтобы была еда, потому что тут, где мы себе наснебзили уже кучу еды в городе, да, в деревне, то есть, там уже нет, уже закончилось, поэтому, ребята, нужно себе делать свои плантации. Так, опять что-то не то. Нужно себе делать свои плантации, ребята, я так думаю, что действительно мы потом их сделаем. Пока там переделывается наш, жарится наш камень, да, мы, наверное, все-таки прокачаем немного еще наших покемонов. Что еще хотел сделать, это... Ладно, это потом сделаем дорожку. Сейчас давайте вылечим наших покемонов, нашего Монферна. Он почти что уже мертвый. Тридцатьчетвертый уровень, еще два уровня. И для Флаффи тоже еще два уровня, нифига себе. Ух, что, что, что я вспомнил, это нужно, ребята, себе делать уже в магазин, так как, как я говорил, да, будем мы продавать вещи, которые выпадают с покемонов. Это реально офигенно. В предыдущей версии Пиксельмона вроде вещи вообще не выпадали с покемонов. Не, ну то есть перья, да, там выпадали. Шерсть там выпадала с Морипов, когда ее только стриг, да. В принципе, и больше, ну, Ганпаудер, да, еще с Волторбов выпадал. Да, какие-то вещи выпадали, но сейчас, ребята, выпадает у нас Рафбиф, вот, как это, мясо выпадает, да, курица выпадает, яйца выпадают, кожа, кожа, в принципе, выпадала, да, шерсть выпадает, когда убиваешь Морипов. Редстон выпадает, Ганпаудер выпадает. То есть, ребята, если мы себе сделаем магазин, то, в принципе, в том магазине мы себе уже сможем продавать и покупать себе, например, те же шапки, те же какие-то Раркенди или, ну да, можно и Раркенди, можно еще что-то. Потому что, в принципе, пока что у нас Покерадара нету и по поводу Покебо, как у нас было в предыдущем сезоне, мы искали просто Покемонов-боссов и их было просто нереально куча, потому что мы имели Покерадар. Мы их искали, выбывали с них кучу шмоток, то есть, мы делали наоборот, ребята, шмотки, которые мы выбивали, выбивали с Покемонов-боссов, мы их продавали, и за то, что мы продавали, мы потом... А, вот, еще тут есть, да, я что-то как-то не видел даже. Из-за того, что мы продавали те вещи, которые... Опять выкинуло, ребята. Ну, фиг его знает, из-за чего это же выкидывать. Даже в бою не было, оно просто взяло и так выкинуло. Я сейчас удалил Inventory Twix, да, и Chess Twix, Mouse Twix, или как оно там называется. Я просто хочу посмотреть, не выкидывать ли из-за этого. Если не из-за этого, тогда это выкидывать из-за вот этой мини-мапы, потому что каждый раз, когда выходит Крит, там всегда есть строчка с названием этой мини-мапы. Может, это из-за нее выкидывать, фиг его знает, ребята, честно. И просто это уже капот. Опять выкинуло, и опять видео обрезалось где-то там на пару минут. Вот сейчас мы говорили, да, о вещи, которые выпадают с покемонов. О том, что мы уже давно говорили, и я уже начал о другой вещи говорить, но сейчас это обрезалось. И, ребята, я уже не помню, о чем я говорил. И обрезалось вроде на то место, когда я говорил о тех вещей, которые выпадали с покемона в предыдущем сезоне. То есть, выпадали там всякие вещи, да, и с покерадаром, потому что у нас был покерадар. И с тем покерадаром у нас было столько вещей, что мы продавали те вещи, которые выпадали с покемона, чтобы купить какие-то другие вещи. А вот сейчас, когда нету покерадара, нам, в принципе, те вещи и нужны, да. Поэтому, ребята, нужно нам сделать какой-то магазин, чтобы в том магазине продавались те же шапки, те же покеболы и еще что-то. Потому что, действительно, нам это очень нужно. Так, вот так сделаем 48 штук. Нормально. Это нам, действительно, ребята, очень нужно. Потому что, вот сейчас, когда покерадара нет, то это, действительно, немного так, как это можно сказать. Нехватка, да, вот этих всех вещей. То есть, действительно, они нам очень нужны. А мы их пока что никак не можем найти, потому что, если нам встречается какой-то покемон босс, то... Сколько нам уже покемон босс не встречался? Капут. Я уже не помню, как они выглядят почти, что... Поэтому, ребят, действительно, наверное, мы себе сделаем магазин. А потом, если я там что-нибудь неправильно поставил. А потом, когда появится покерадар, ну, я думаю, что он появится, фиг его знает. Когда появится покерадар, мы себе сделаем, как бы, уже такие магазины, которые... Которые... Ща, ща, секундочку. Чё за хрень? Чё за хрень? Это тут гудит. Я думаю, у меня на улице... Хрень какая-то. Я думаю... Я не знаю, слышите ли вы, но у меня просто тут... Чё за хрень гудит? Это не в наушниках, не в микрофоне, а просто-напросто в майне. Сам звук. Если выключить... Нифига не гудит. Странно. Я, 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 ребята... Честно, я не в курсе, гудит ли у вас, не гудит. Но у меня просто нереально чё-то гудит. Я как-то не обращал внимания. Думал, что-то на улице там... Нет, ребята, хватит, 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 хватит. Удали... Удалил я вот эту мини-мапу, потому что это просто сдуреть можно. Это сдуреть можно? Какой я... Я... Сейчас, дайте мне секундочку, потому что я просто сейчас сдурею, твою мать. Вы себе не представляете. За эту серию меня выкинул три раза с маяна. Дайте, дайте минуточку, я вам объясню, как это происходит. Идёт видео, я, как бы... Идёт видео уже 10 минут, да? Вот, сейчас... Идёт, 10 минут уже прошло, как я в игре. Потом выкидывает с Майнкрафта и выкидывает, как я понял, уже из-за этой мини-мапы конченной. Ну, ладно, не конченной, но просто... Каждый раз, когда выкидывает, там появляется в отчёте от ошибки везде... Везде вот название этой мини-мапы. Вот сейчас я её удалил, и давайте посмотрим. Если ещё раз её выкинет, я тогда нахрен все моды удалю, кроме пиксельмона. И буду играть только с одним пиксельмоном. Потому что я сейчас уже сдурею, ребята. Например, в игре 10 минут, да? Говорил я там... Говорил, ребята, я три раза начинал говорить об играх. Например, там... Я вспомнил, что мы там в предыдущей серии говорили об играх, да? Идёт видео 10 минут. Майнкрашнулся. Появилась ошибка в видео. Видео нужно обработать. Потому что оно не открывается, потому что там ошибка, так как оно экстренно закрылось, да? То есть, в Майнкрафте акстренно закрылся, и видео не успелось сохраниться, не успелось... Ну, как бы, сохраниться, да? И экстренно тоже закрылось. И его не реально открыть, потому что там ошибка. Нужно его обработать, исправить от ошибок. Когда ты исправляешь от ошибок, видео его обрезает на 3, на 4, на 5 минут. То есть, начал я говорить, да, о чём-то. Потом вылезла эта ошибка. Пум! 5 минут обрезалось. То есть, то, что всё я рассказывал за эти 5 минут, оно нахрен испарилось. И сейчас мне опять это нужно рассказывать. Ребят, ладно, один раз. Ладно, второй раз. Третий. Ну, когда это четвёртый, пятый, шестой раз, когда она обрезается по 5 минут, и мне нужно это всё заново рассказывать. Это, ребят, я уже просто сейчас у меня мозг вскипает, потому что это сдуреть уже можно. Я не знаю, ребят. Я извиняюсь, что там, где обрезалось. Вроде на предыдущей обрезалось. Я смотрел конец вот того видео. Обрезалось тут, когда мы исправляли вот этот звук. Вот нереально этот звук. Сейчас давайте. Который гудит. И я сначала просто думал, я это уже повторяю, не знаю, в какой раз. Сначала я думал, ребята, что это гудит у меня что-то на улице, потому что реально такой звук. Потом я начал прислушиваться к наушникам, потому что думал, что у меня в наушниках что-то гудит. Как я его знаю, может, наушники полетели. Потом в микрофоне не гудит. А потом понял, что это машинка, вот эта хилка гудит. Ну, хрен я его знаю, почему она гудит. Это нереально что-то странно. Может, они там что-то переборщили вот с этим. Вот сейчас уже можно быстро кликать, мне так кажется. Давайте попробуем. Будет ли выкидывать или нет. Поиграем мы без миникарты, поэтому не будем мы, ребята, далеко отходить от дома. Я попытаюсь установить другую миникарту. Вот еще вот этот инвентарь, тоже вот эта ошибка появляется. Тоже, наверное, нафиг уберу этот мод, потому что, чтобы вообще ошибок не было, ребята, я выложу тогда сборку, когда вообще ни одной ошибки не будет. Когда не будете выкидывать, когда не будет... Вот, опять, видите? Опять вот эта ошибка появляется. Ладно, где тут вот это? На букву R. Нету. Нету тут нифига на букву R где-то можно поменять. Ух ты. Сейчас, это Z. Ладно. Так. Давайте я сейчас найду, может, где-то тут настройки... Настройки вот этого инвентарь и твикса. Нет, это не то. Dynamic Lights Off. Вот так, это не то. Сейчас, сейчас, ребята. Потому что это уже, уже вот эти все, что выкидывать, что всякие какие-то ошибки, вот это уже и бесит. Нет, нифига тут нету такого, что можно исправить. Супер сег... Нет, Music, Video. Чё тут? Чё тут в это? Можно исправить. Controls, Invent, Moves, Sensivity. То есть, нет, это вообще не то, всё, что нужно. Нет, нету тут того. Ого. Я, наверное, этот мод тоже уберу, потому что вот иногда тоже выскакивает эта ошибка. Ох, ребята, как... Аааа... Сколько раз уже выкидывал, что... Ммм... И, ребят, давайте я уже не буду вспоминать о том, что я говорил, потому что... Я уже говорил много раз, и... Кто-то... Может, я уже говорил это много раз, и кто-то напишет, нахрена ты одно и то же повторяешь, но я не помню, что я говорил, ребят. Это уже говорил столько много раз, столько много раз повторял, что... Столько раз выкидывал, что я это всё заново начинал говорить, и вот сейчас я уже не знаю, где остановился, и, в принципе, фиг его знает, ребята. Ааа... Ну, то, что я говорил, это о новых играх, да, то, что я вспомнил, что я говорил о них, то, что мы говорили о них в предыдущей серии, да, там, новые игры, что можно поиграть, какие игры, как бы, можно пройти. И вот такой небольшой, как бы, мы будем делать опросик, да, например, в этой серии мы поговорим о шутерах. То есть, будут у нас шутеры, ваши любимые игры. Пишите, ребят, сейчас такой опросик, ваш любимый шутер. То есть, там, превиденты, например, там, Battlefield, да, там, Call of Duty, там, Medal of Honor, что там ещё у нас есть. Far Cry. Ну, в принципе, есть, там ещё какие-то шутеры, да, но я, может, забыл, а может, они не такие, как все. Ну, в принципе, по идее, я говорю, мой любимый шутер... Чтобы никто не говорил, нет, вот он, вот тот шутер дерьмо, вот другой и лучше, например, Battlefield и Call of Duty. Что я могу сказать, ребята? Я не знаю, как у вас, но сейчас у меня Battlefield. Ребята, я... Вот, вот... Я сейчас уверен, что многие люди просто напишут, что Battlefield говно, Call of Duty намного лучше. Я вас действительно понимаю, я не буду вам ничего говорить, я вас действительно понимаю, почему люди вот так пишут. Давайте я вам расскажу, что я играю в Call of Duty приблизительно... Ну, тогда, когда и мне было лет так 8, 9, 10, когда компьютер почти что-то ещё ни в кого не было. Ну, когда мне было 10 лет, мне какие там года были? Ну, 2004, 2005, да? Тогда ещё почти что не было в компьютерах. Тогда ещё вот такие ребята ходили по улице и почти что дома не сидели, как сейчас. И, например, тогда, тогда, первая Call of Duty, когда ещё вышла, вот это мой первый... Нет, нет, вру, вру, неправда. Первый мой шутер был, это Medal of Honor на первом PlayStation. Вот. Это мой самый первый шутер, который был. Я... Многие, кто в его играли, но первый шутер на компьютере, который я видел, который я играл, это первая Call of Duty. То есть, про мировую войну, да, и вот это всё. И, когда я увидел вот эту Call of Duty, да, я вот тогда в неё играл. Когда уже появились всех компей, когда уже начали все дома сидеть за компьютерами почти что... Не так, как было раньше, да, что на улице там днями и ночами проводили, домой не ходили, потому что назад бы не выпустили родители. Я ещё вот это помню. Вот Call of Duty тогда реально было. Ну, просто нереальная игра, и... Все мне её играли, тогда ещё в батлане не было такой продвинутой, как сейчас. Я играл в Call of Duty от первой Call of Duty, вторая там... В Call of Duty War... Короче, я играл все Call of Duty до самой последней... Нет, не до самой последней, до Call of Duty Black Ops 2. Самая последняя, это у нас Ghost, да? И сейчас, которая выйдет, это у нас... Чё я нажал? Сейчас, которая у нас выйдет, это у нас будет Modern Warfare или чё-то такое. Нет. Какой нахрен Modern Warfare? Она уже вышла. Advanced Warfare, чё-то такое. Не помню. Не помню, не буду говорить, потому что могу просто-напросто неправильно сказать, да и всё. Играл я до Black Ops 2. Когда я в него просто наигрался, когда... Ну, стало уже немного скучно. Решил я попробовать Battlefield 4. Баттлфилд 3, тогда ещё 4 не было. Решил я попробовать Battlefield 3. На компьютер не шло, поэтому купил себе Xbox. И когда я просто-напросто... Когда я уже наконец-то получил свою батлу третью... Всё. Всё. Нафиг Call of Duty, только батла. И я в батлу играл, ну, не то что днями и ночами, потому что... Ну, шутеры не такая игра, которую можно играть просто днями и ночами и не выходить. Ну, конечно, иногда можно, но не всегда. Всё. 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 Всё, ребята. Когда ты играешь в Battlefield, когда ты уже знаешь всё, что и как там делать... Для тебя Call of Duty просто кажется каким-то мультиком. То есть тебе уже там неинтересно. Это там детские графики. Детские всякие там... Тюнинг, да? Где мой пистолет, твою мать? Дайте мне пистолет, потому что я уже не выношу. Опять выкинул. Опять я вернул уже эту мапу, потому что... Хрен, я узнаю, почему ты уже выкидываешь. Дайте мне пистолет, твою мать. Где мой пистолет? Эээээ... Бля... Твою... Я уже просто не выношу. Эти... Эти... Да... Это, походу, никак не связано с модами, потому что оно выкидывает просто так. Ребята, вот эволюционировал, да, наш вот Инфернейп, когда я его вот так показал, опять выкинуло. Опять выкинуло, да, и всё. Ээээм... Я уже не знаю, почему... И просто... Вот что мне кажется, ребята. Это, как бы, не связано с модами. Это, походу, просто-напросто... Ошибки пиксельмона. То есть, так как вот эта машинка гудит, хрен, я узнаю, почему она вот так гудит. Наверное, просто-напросто там какие-то криты. Нужно просто-напросто перекачать версию пиксельмона. Там уже новые вышли. И посмотреть, что там да как. Потому что я уже, ребят, не выношу вот эти криты, это сдуреть можно. Человек уже просто... Уже просто дуреет, когда оно вот каждый раз вот так вылетает. Я честно не знаю, ребят. Я перекачаю новую версию, потому что это уже сдуреть можно. Честно, да твою же мать! Ну что ты-то прикалываешься так? Потому что, ребят, это уже честность... Ну что ты так прикалываешься-то? Нет, я уже сейчас просто... Говорю, я просто перекачаю, да и всё. Потому что это просто, наверное, из-за самого как бы мод. Что-то они в крене узнают, честно, ребят. Не буду говорить, потому что не знаю. Это, наверное, просто у них там чё-то... Не то, что... Как это? Ну, выкидывай просто, да и всё. Ошибки. Да твою ж мать! Я уже не помню, о чём я говорил, ребят. Просто давайте вот тот же опросик. Какая у вас там любимая шутка? Я просто сейчас дорассказываю. Ну, например, то, что я говорил, да, по поводу Call of Duty. Что там уже просто, когда ты играешь там в Battlefield, хотя бы дошёл до какого-то там уровня, тебе уже Call of Duty просто кажется каким-то мультиком. Вот эти детские тюнинги, детские окраски оружия, детские там всякие мапы. Вот это всё таким детским кажется по сравнению с Battlefield. Я не говорю, что Battlefield просто нереально какой-то... Нереальный, да, то есть там... Жизнь, да, настоящая война. Нет, конечно же. Но по сравнению с Battlefield и с Call of Duty, это просто детские игрушки какие-то. Так, ребят, я, конечно, я вас понимаю, если сейчас кто-то скажет, Call of Duty в Battlefield это говно полное, Call of Duty намного лучше, потому что там море экшена, море там всё быстрее делаешь и всё такое. Я это понимаю, ребят, я точно так же делал. Думал, я протяжении многих лет, я там думал, что Battlefield это полное говно. Там, что в Battlefield, ты там сидишь часами, выжидаешь противника, нихрена не делаешь на танках, там ездишь. И всё, что там требуется, это, может, какие-то тактики, да. И я думаю, всегда думал, что... Call of Duty это намного легче, потому что ты там выбегаешь, того, стреляешь, убиваешь туда, меняешь оружие, убиваешь, кидаешь гранату, убиваешь, делаешь там 20 человек, убиваешь, потом умираешь. Но когда я купил себе батлу, я когда немного на неё порубался, я уже просто-напросто... Я, когда вышла новая Call of Duty, хост, я дошёл, может, там до 10 уровня, и всё, я больше в неё никогда не заходил, потому что она меня так бесила. Ладно, не то, что бесила, но просто она какая-то такая непонятная была, всё таким, как заказалась, как-то просто уже не хотелось играть, да и всё, честное слово, ребята. Поэтому моя... Вот сейчас... Сейчас моя любимая... Шутер, мой любимый, это... Это Battlefield. Вот сейчас у меня есть Battlefield 4, я в неё играю, да. И когда выйдет новая... Call of Duty... Я даже не знаю, буду ли я в неё играть, потому что... Не знаю, ребят, посмотрим. Может, буду, может, нет. Но то, что я говорю, ребята, что вот сейчас для меня это лучшее... Battlefield, там намного всё лучше, намного более качественнее, мне так кажется. Да, есть там море багов. Ладно, не море, так как люди там говорят, что там просто нереальное количество багов, там нереально играть. Те люди, которые хотят видеть баги, видеть баги, они всегда их найдут, они всегда прекратят играть, только потому что там есть какой-то незначной баг. Ребят, сколько багов в той же идеальной... в той же идеальной GTA. Нереально там куча багов. В той же GTA, в той же... Во всех играх есть баги, ребята, не только в Battlefield. Но кто хочет их видеть, тот их видеть, тот их всегда найдёт, тот всегда будет троллить, да, что игра дерьмо, только потому что там он какой-то незначной баг увидел. Это я, конечно, понимаю, ребята, но вот сейчас я говорю именно о том, что именно о Battlefield и Call of Duty, что много лет я играл в Call of Duty, но когда я хоть один день провёл в Battlefield, мне перехотелось играть в Call of Duty, я уже в неё просто-напросто больше никогда не играл. Сколько времени я провёл, только в третьей Modern Warfare, вот за эту серию Modern Warfare я ничего не буду говорить, потому что до сих пор мне кажется, что там самая лучшая история, которая только существует в шутерах. То есть та история с этими русскими, с американцами, мне так понравилась, что ладно, там русские всегда виноваты, русские во всём виноваты, и мы ходим там, валим русских. Но только то, что сама история, это смешно, потому что это шутер, и история там не может цеплять, так как, например, в какой-то другой игре, там в Assassin's Creed или ещё в чём-то. Но так мне понравилась эта серия, эта серия вот этой Call of Duty, что это просто дуреть можно, и про это я ничего не говорю. Но вот это каждый раз, когда выходит на этажи Call of Duty, и самый первый до сих пор ни хрена не изменилось. Что они там делают? Они меняют историю, они меняют время, да, например, там 2000, потом приходит 2005. Да, новую карту, новых персонажей, пару пушек, новая Call of Duty готовая, всё. То есть вот сейчас вроде как какой-то у них там опять новый движок, они каждый раз ставят новый движок, говорят, но ни хрена не меняется, и движок точно такой же остаётся, как и был, может, что-то там они парочку всяких фишек поменяли, да, и всё. Ну, не знаю, ребята, как по мне, для меня сейчас четвёртая батла самая лучшая, самый лучший шутер. Говорю, многие не согласятся, но для меня это так. Call of Duty это более такая, зайти пару бис, сделать, выйти. А Battlefield это такое, если ты засел на какую-то мапу, то засел ты там на час, на два. Если ты действительно знаешь играть, то вот эти час-два очень быстро пролетят, и много кого ты там успеешь убить, если, конечно, действительно знаешь играть. Как раз вчера, или... Не вчера, 15 июля вышло новое дополнение для батлы, я сразу же скачал, сразу же зашёл, даже уже новую пушку выбил, добыл, как бы, да, с этого дополнения, но много я ещё не играл. Дополнение это просто драгонтифили, как оно там называется, что там в него такого, это просто карты там с городов, китайских городов, то есть, каждое дополнение имеет свой тип. То есть, первое дополнение, которое там вышло, это были воздушные бои, то есть, карты, где куча истребителей, куча вертолётов, и куча танков, не только воздушные, но, как бы, вот и такие. Второе дополнение вышло, это вроде какие-то огненные карты, То есть, там, где куча огня, где можно использовать огонь, где можно... Ну, какие-то, короче, какие-то заводы. Ну, конечно, не все карты, но были там карты, где всякие там заводы, где куча огня и всякое такое. Третье обновление... Не обновление, а дополнение. Это вообще разные вещи. Это было морские бои, там, где куча всяких островов, куча всяких вот этих... Катеров и всё такое. А вот это дополнение, это такие азиатские города, то есть, китайские и всё такое. И просто вот, города. Ну, в принципе, действительно, мне более-менее так нравится это дополнение. Ещё много в него не играл. Ну, в принципе, опросик такой, да, какой у вас самый любимый шутер. На первом месте у меня, говорю, Battlefield всегда. Ну, не всегда, но Battlefield, ладно. На втором месте это Call of Duty, конечно. Как-никак он поднадоел, но всё же, первый шутер Call of Duty. Первый шутер Call of Duty, да. А второй шутер, в принципе, таких каких-то больших шутеров я больше не знаю. Ну, пускай будет Medal of Honor. Тоже самый первый шутер, который я играл, это Medal of Honor. И делит это третье место с Far Cry. Да, тоже Far Cry просто нравится, как бы эта игра тоже очень такая прикольная. И, в принципе, ребята, пишите, какой ваш там любимый шутер. Оставляйте своё мнение. Ну, я говорю, не пишите, что вот ты фигню несёшь. Да, Call of Duty намного, намного лучше. И я тоже в своё время обсирал многих людей. Ну, не то, что обсирал, но говорил очень многим людям. Ну, чё, ну, какой нафиг Battlefield? Ну, это дерьмище полное. Ну, чё ты там делаешь? Нифига. Более-таки тактики там нужны. Игра с командой и всё такое. Ну, когда я действительно на неё подсел, ребят, я про Call of Duty даже уже ничего говорить не хочу, потому что это Call of Duty, а то Battlefield. Даже сравнивать эти две игры, это немного глупо, потому что это один жанр-шутер, но это вообще другие мира. В одной игре ты играешь по одному, в другой ты играешь по-другому. Это всё намного по-другому. А, в принципе, ребят, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. И я перекачаю потом какую-то другую версию, чтобы уже не выкидывало, потому что... А, вот так и нормально поговорить нельзя. Действительно, чё ты рассказываешь, потом оно выкидывает и... И обрезается какое-то там на пару минут видео, и всё. И то, что ты говорил, в принципе, обрезается, да. Поэтому, ребят, в принципе, давайте закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если хотите больше серии Pixelmon, ставьте лайки. Если на этой серии наберётся 100 лайков, то новая серия выйдет. В тот же день ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.